и всем привет добро пожаловать ребята и мы с вами сегодня продолжаем проходить мир reincarnation впереди у нас третий финальный акт который состоит из вроде тоже 6 глав насколько мне известно ну и собственно тут наконец-то раскроется все самое интересное пришло время узнать что это за клетки на самом деле то они из себя представляют и как все происходящее тут связано с собственно вселенный мир и дракенгард и когда происходят эти события ответы на все эти вопросы мы получим третьем акте погнали настройку поменять и погнали так надеюсь со звуком из картинки все нормально ребят там потише погромче ему что-то или нормально кейси мудрою касси по-моему игра все-таки громковато и чуть-чуть ее потише делаем так ну вперед ну оставим это на потом ребята всем привет не знаю что еще рано но в этой клетке неужели мы уже если мы продолжим я уверена если я буду помогать другим как вы если я пойду туда будет ли там другая я я все еще не могу простить тебя за то что ты сделал раскройте секрет клетки это как опа появилась как из гачи что за что это за место так ну чтож наши девочки из рассказов появились в клетке это это твоих рук дело ну неважно если тебя послали меня убить я просто убью тебя первой так подожди минутку я вообще-то ну ладно тогда думаю нам не удастся поговорить ну поговорили да так ну то есть происходит непонятно но у нас битва да мы играем за ведьму если ты станешь у меня на пути не тебя прирежу удачи с этим эти фокусы ты какой-то дух что ли о чем ты черт возьми говоришь ускоримся тут слишком медленно хотя блин это хил как-то хилером бить дд атакую себе ну ладно так и готова а нет не готова еще один удар ну скажем так они из разных историй пока что откуда эти истории взяты из какого времени или из какого мира это уже вопрос на который у нас не нет ответа пока что но я думаю будет скоро о какого черта эй стоять давайте не драться что еще кто такой я родом совершенно так слушайте не берите это в голову давайте просто сложим оружие хорошо подождите это что еще такое такое черта субтитры на корейском опять что за на сон это не похоже раз-два итак вас 9 итак этого на данный момент должно быть достаточно ребята я вас всех приветствую меня зовут мама и вы находитесь клетки мама серьезно еще кто такая я понимаю что это произошло довольно неожиданно но у нас очень мало времени я позвала вас сюда потому что мне нужна ваша помощь а ты позвала нас сюда ты позвала меня да мне нужно чтобы вы защитили клетку от внешних врагов защитили как тут я не понимаю да все в порядке мама здесь чтобы помочь я бы хотел бы рассказать вам больше но о нет они уже здесь ребята готовьтесь да что это такое прозвала это 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я должен защитить своего принца Держитесь рядом Подумай только, из-за чего-то подобного я потерял контроль над своими эмоциями Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ладно Ребят, учитывая все артефакты Думаю, мы действительно не в реальности Хотя чудо знает уже, где вообще мы И эта клетка находится Ребята, вы все хорошо справились Закончилось? Все в порядке? Да, думаю, что да А что это за звук? Оценка ситуации Все быстро через дверь Принц Принц Минус один уже Походу Цепляясь за угасающие воспоминания О том, как он проводил время с девочкой Я казалось, будто терплю вечность Слова оставшиеся в глубинах памяти Слова оставшиеся в глубине Ты в порядке, малышка? Да Мы пробежали через дверь, когда пол начал рушиться, а потом... А где мы? Вы все еще в клетке Но находитесь очень далеко от предыдущего места Мама? Арго, искатель приключений И Фио Понятно Послушайте меня Это нападение Было Предзнаменованием Предзнаменованием Чего? Если ничего не предпринять Ваши миры Тоже будут уничтожены Если вы хотите вернуться в свои миры Вы должны Объединить усилия с мамой Следуйте за мной Окей Сюда, вы двое Я понятия не имею Что здесь происходит Ну Дяденька Пошли Ну а какой у нас выбор? Так Окей Кто-то пытается извне уничтожить клетки В которых находятся Миры наших героев И чтобы их защитить Нам нужно помочь маме Пожалуйста Прикоснитесь к устройству Вон там Так Ладно Блин Неужели это реально сервер на луне? Да не Бред Сейчас Что там же было? Ладно Короче Посмотрим Я не знаю Сейчас есть какие-то мысли Но ничего точно Ничего не происходит А как насчет остальных Мистер Они все выглядят Одинаково Смотрим Ну конечно Какой черт Ладно Думаю я попробую Хотя в оригинале Он сказал Что это такая же штука Которая была ранее О Засияла Понятно Нужно все активировать Так И вот этот Так И все Что делает этот пол Движется Хотела бы я сделать Чтобы они светились Прости малышка Так Ну что Шла она Вперед Так А впереди У нас Клетка Это Темная Птичья Клетка Вы Должны Проникнуть Внутрь И узнать Правду Чтобы Подготовиться К предстоящей Битве Прости Но Что здесь происходит Где мы Черт возьми Вообще Находимся Да Я полагаю Что вы имеете Право знать Эй Ладно Видно Нам Расскажут Об этом Внутри Начало Всего Сфабрикованный Мир В глубоком Темном Лесу Остались Лишь Следы Человеческой Жизни Мимолетный Ветерок Вздыхает Ветви Деревья Колышутся А что это За место Юная Девочка Ее Крепкий Спутник Мужчина Пришли В лес Давайте Пойдем Дальше Говорит Девочка Отгоняй Их Так Этот голос Что только что Звучал у меня В голове Это твой О Стоп Что Так Ладно Я не знаю Я так же Не знаю Где мы Находимся Ну короче Ребят Все Началось Все Рушится Потихоньку Ситуация Странная Вызывает Недоумение Но они Не понимают Что происходит Лес Лес Вокруг Пары Становится Все Гуще Не Давая Времени На Размышления В конце В конце В конце Концов Они оказываются У алтаря Залитого Солнечным Цветом Одинокий меч Стоит в центре Словно ожидая Кого-то Помогите Мне Внезапно Раздается Голос Взывающий О помощи Поняв Кто И что Говорит Мужчина Обращает Единственный Сомнительный Взгляд На клинок Так Окей Понятно Ну я думаю Этот момент Стоит Запомнить С тем Что типа Он сказал Что Что за голос Тут Рассказывается То есть Рассказчика Они тоже Слышат В голове Ну как обычно Битвы Включу сразу На автомат Ну Битвы Которые Ни о чем Я тут Кстати Немного Пересобрал Пати Обновил Ее Сделал Еще Сильнее Так сказать Хватило На третий Акт Что только Что Произошло Как только Подавляющая Тень Исчезает Меч Мерцает Как поверхность Воды Из него Появляется Человеческая Фигура О Спасибо Я владел Этим клинком На поле боя Призрак Говорит о клинке Его владельце И ужасных Воспоминаниях О войне Закончив Фантом Радостно Улыбается И исчезает Как туман Затем Появляется Аберация Облаченная В белую Простыню Как будто Она ждала Подходящего Момента Это Мама Девочка Называет Существо Мамой Существо По имени Мама Извлекает Меч Из алтаря Идет Вперед Что за Озадаченная Внезапным Появлением Обелиска Девочка Следует За мамой Оу Но вместо Ответа Она находит Лишь еще Больше оружия Которое Попало сюда И дрифовало Пока Двое Путешественников Наблюдают За необычным Зрелищем Внезапно Появляется Целая Стая Мам Их Задача Собирать Все оружие А затем Как только Это будет Сделано Они Начинают Сортировать И сохранять Находящиеся В ней Воспоминания А Что В близкой форме Людей Появляется По мере Сбора Оружия Сметая С ног Девочку И мужчину Ну Сбивая Скорее После того Как Обелиски Были Сметены Пара Поднимается На ноги Продолжают Погоню За мамой По мере Того Как они Идут Перед ними Открывается Пейзаж Они Они Видят Травинистую Равнину И Фантомы Людей В странных Одеждах Таких же Как те Что они Видели В оружии Они Живут В мире Свободны От всех Конфликтов Это зрелище Не похоже Ни на что Из того Что пара Когда-либо Испытывала Оно Настолько Прекрасное Что они Почти Не могут Поверить В его Существование Я Знаю Это место Мужчина Вспоминает Своё Прошлое Он Помнит Рай Совсем Не похожий На те Заброшенные Каменные Башни Которых Они Недавно Проснулись Он Помнит Каким Райским Уголком Была Клетка Ну Ну Чё Ребят Стало Понятнее Что здесь Происходит Пока Пока Нет Как По Мне Но Это Нормально Скоро Надеюсь Станет Мы К этому Идем Потихоньку О Мы Разбили Что Это Было Вы Только Что Испытали Клетку Такой Какой Она Была Когда-то Это Было Так Красиво Да Было Прежде чем Принять Эту Форму Клетка Копировала Миры Которых Выжили О Как Все Жили Здесь Все Счастье Но Потом Ну В любом случае Давайте Поспешим Пока Не Стало Слишком Поздно Такое Чувство Что Я Уже Видел Этот Лес Раньше Хотя Не Могу Сказать Почему О О О Что Тут Как То Все Не Очень Все Понятно Где Мы Находимся Это Место Огромное Клево Да Учитывая Как Все Выглядит Мы Совершенно Точно В Матрице Похоже Это Место Тоже Подверглась Нападению Но Ничего Страшного У вас Уже Есть Сила Необходимая Для Того Чтобы Разобраться С Этим Так Ну Погнали У нас 256 Сила Ну Аналоги Барьеров Обязательные Битвы По Глюченым Ну Не знаю Если Там Путь Не Заблокирован Почему Бы И Нет Битвы Не Астар Тут все Намного Намного Интереснее Я Не Думаю Что Это Разумеры Нет Тут Скорее Клетка Есть Большая И В одной Большой Клетке Содержится Несколько Более Меньше Маленьких Которые Связаны С Каждым Человеком Ну Или С Несколько Короче Ладно Посмотрим Пока Что Сложно Что Сказать И По Сути Это Грёзы Каждого Белый Творец И Сияющий Мост Именно Так По Словам Людей Из Моих Путешествий Выглядит Загробная Жизнь О Как Ну В общем Ждём Ждём Объяснений Я уже Проходила Здесь Подобным Образом Ты Уже Проходила Мне Это Приснилось Я Не думаю Что Я была Одна Так И Вот Следующая Итак Вот И Вторая Птичья Клетка Но Сначала Я хочу Чтобы Ты Мне Кое Что Сказала Мы Уже Мертвы Ваша Интерпретация Верна И В то же Время Неверная Так Ваше Существование Жизнь Место Где вы Жили Вещи Которые Вы Видели Это Всего Лишь Воспоминания Хранящиеся В оружии И Эти Воспоминания Хранятся Здесь Клетки В виде Данных Что Ничего страшного Если вы Не понимаете Но я хочу Чтобы вы Запомнили Только Одну Вещь Если вы Не защитите Клетку То Ваши Миры И все И все Кто вам Дороги Исчезнут Так Войти в историю Интересно Ну Не стоит Забывать Что С первого Дракенгарда Очень много Интересного Было В оружии Там История У каждого Оружия И так далее Начало Всего Досуг Девочка И мужчина Приходят В место Окруженное Каменными Стенами Что Рухнули Это Клетка То Что Когда-то Было Прекрасным Раем Это Клетка То Что Когда-то Было Прекрасным Раем Птичка Птичка Ой Какая Прелесть О Какого Осторожнее Постой Они Преследуют Черную Птицу Углубляясь В пустошь Что Здесь Произошло Темные Враги Бродят По землям Ищут Способы Проникнуть В клетку Многие Взяли У руки Оружие Чтобы Сразиться Против Многочисленных Врагов Не страшно Красивый Красивый Лес Перестал Быть Частью Природы Остал Лишь Еще Одним Напоминанием О битве Многие 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 Проходя Через Мучительный Пейзаж Девочка Замечает Клетку Больше Чем Все остальные И в ней Не человек А монстр В монстре Она сразу Узнает Дорогого Друга Из своих Снов Господин Монстр Это вы? Она Спешит К нему Называя Имя Друга Воспоминания Которым Хранятся В глубине Ее Сердце Она Пытается Раскачать Клетку Но она Не сдвигается С места Вместо этого Ее руки Просто Проходят Сквозь Ее Оболочку Клетка Неосязаемая Иллюзия Господин Монстр Воспоминания Наклынули Будто Вода Что Прорвала Плотину На протяжении Всех дней Проведенных Клетки Только Он Был Ее Спасением Пока Девушка Рыдает В ней Нарастает Решимость На этот Раз Я Теперь Настала Ее Очередь Спасать Его Почему Осталась Только Эта Клетка Мужчина Замечает Одну Клетку Которая Не Исчезает Вы В Порядке Они Обращаются К Пленнику Но Ответа Не Получают Вместо Этого Прилетает Черная Птица Та Самая Которую Девушка Освободила Из своей Тюрьмы Сердца Тех Кто Измучен Заключением Разрушает Черные Птицы Тюрьмы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не только для того, чтобы целая стая заполонила обзор Когда кошмар наконец-то проходит, они видят, что шрамы от битвы стали еще хуже Земля содрогается Воздух отравлен С каждой битвой мир теряет все больше красок После долгой битвы Некогда прекрасный рай превращается в грустную и забытую обитель Да Окей, опять Так, мы опять переместим здесь в другое место Клетки Земля Некогда бывшее поле битвы сильно изменилось В честное время девочка и мужчина наконец-то не мают Только после бесчисленных сражений Райский уголок превратился в клетку, которую они теперь знают Наши миры превращаются в клетки Так, ладно Ладно Продолжаем наблюдать за происходящим Мой драгоценный друг Тот парень Почему господин монстр оказался в клетке Мне очень жаль, дети Но мама тоже не знает, что происходит Если мы продолжим идти дальше, тогда... Ну, мама точно знает больше, чем мы Я должен спасти его Ну, мама очень много знает Пока что особо не рассказывает Я не знаю, что происходит Я не знаю, что происходит Но я не знаю, что происходит Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что ж, красава, собрались. Это было весело. Надеюсь, я не была слишком тяжелой. Намного легче, чем медведи, на которых я охотился в горах. А у вас есть люди, о которых вы заботитесь и дорожите ими, господин? Да, и у меня есть семья. Могу поспорить, вы отличный отец. Да не особо. Ой. Ну, да. Так. Вот и следующая клетка. Ваше существование связано с оружием. Но воспоминания, хранящиеся в оружии, это еще и истории страшных грехов, совершенных на протяжении веков. Вот почему я освободила вас из оружия и позволила вам жить в клетке. Но только извините на это место. Боюсь, одной моей силы недостаточно. Так, выйти в историю. Хм. Ну, Солар, да, согласен. Прямо в тему. Начало всего. Концы конфликта. Концы конфликта. Многие из тех, кто находится на поле боя, оказываются поглощенными огнем. Это ужасно. Девочка и мужчина называют павшим, надеясь помочь. Вы в порядке? Девочка и мужчина называют павшим, надеясь помочь. Я не могу дышать. Я не могу дышать. Проклятье. Один из них потерял желание сражаться. Его глаза преследуют поражение. Другой пал после того, как потерял себя и напал на союзника. Оставь их в покое, девочка. Пойдем. Девочка и мужчина сдаются и идут дальше, но огонь войны преграждает им путь. Вот так жарко. Не вдыхай дым, предупреждает мужчина девочку. Единственная цель — спасти монстра. Это и помогает ей идти вперед. Чем ближе они к линии фронта, тем гуще становится пыль и дым. Дым душит их и отнимает силы. И вот, наконец-то, они вырвались из бушующей стихии войны. Мы должны продолжать идти дальше. Не подгоняй себя. Они проходят через разрушенное здание и попадают на открытое пространство. Там кто-то есть. Кто это? Они видят, как кто-то бросается в опасность, отражая натиск наступающего врага. Эта девушка, ее белые волосы узеваются на ветру, а в руках она держит копье, слишком большое для ее стройной фигуры. Но ее сопротивление бессмысленное, и вскоре она оказывается в невыгодном положении. Вы в порядке, мэм? Кто вы? И спасибо за помощь. Так, а вот и Нуэльды. Я вот думаю, учитывая, что Хина и Юзуки. Бродик где-то по клетке. Может, они где-то там напортачили, из-за чего, собственно, начался весь этот сыр-бор. Хм, интересно. Ну, как бы, с ними остался папа и та мама. Беловолосая девушка одерживает победу, получив неожиданную помощь. Спасибо. Несмотря на то, что они никогда не встречались, они знают, что в каком-то смысле сейчас они союзники. «Обголоски» и их короткие битвы лишнее тому подтверждение. Пока беловолосая девушка выровняет дыхание, другая девочка задает вопрос. «Я ищу большого, темного монстра! Вы его не видели?» Беловолосая девушка задумывается. «Она вспоминает, как унесли темного монстра». «На короткий миг девочка испытывает радость, но тут на них обрушивается новая беда». «Осторожно!» «Не забудь спасти своего монстра, девочка!» «Стая черных птиц опускается вниз и накрывает мужчину. И вдруг его больше нет». «Парфильм, как унесли, дяденька!» «Дяденька!» «Так, и-е-е-е-е...» «Кто сейчас было?» «Да, dat see!» что будет из caramel, толстый истед Ak fedor, а почему он уже сломит на гитроу?» «Околотphant thirsty!» Так, и выходим только мы с Ноэль. Ладно. О май, какая у нее 3D-моделька. А куда он делся? Я потерял его данные. Ну, в смысле, его местоположение. Во время нападения. Я не смогла вернуть его обратно. Это все моя вина. Мы должны спасти его. Позвольте мне вернуться. Мне очень жаль, но вход уже закрыт. Чтобы спасти его, потребуется. Немало времени. Давайте продолжим путь. Мама постарается придумать какое-нибудь решение. По пути. Мы спасем его. Мы должны. А, и теперь мы играем за Ноэль. Ну и... Как вас зовут, сестренка? Ноэль. Ничего не происходит. Прошлый раз нам пришлось что-то нажать. Так что давайте поищем и нажмем. Так. Поищем. Там были несколько путей ранее. Скорее всего, это где-то там. Вот он. Ой, господи. Что началось из-за Ноэль, да? Фио, милее. Фио, милее. Наруто раннер. Кстати, точно. Я все думал. Мне это напоминает. Ну, не совсем. Руки вроде должны быть выше. Сыстренка Ноэль. Я рада. Вы рядом со мной. Почему ты тут? Почему ты тут? Я ищу друга. А что будет, если я попробую сюда? Ничего не будет. К сожалению, ничего. Так, понятно, очередной барьер. И проверка силы. А-а-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а-а-а. Кстати, я ведьми, как видите, имел костюм. Мне упала версия в другом костюме. И я на ту, которую прокачал, просто костюм поменял. И все. Из другой версии. Так она мне нравится больше. Без шляпы на голове. Но без шляпы она больше не ведьма. Ведьма-ведьма-ведьма. Изир, на нее только один костюм. И все. Потому что она появилась только в последней главе. И под нее еще не успели сделать костюмы. И не сделали. Почему вы здесь, сестренка? Не искала информацию о своей сестре и оказалась здесь. Если хотите, я могу помочь вам с поисками, когда мы закончим. Спасибо. Спасибо. Ну, что-то Луиза не носит шляпу. Но она вроде ведьма. Верно? Верно. Нормально. Итак, а вот и клетка. Как вы думаете? Этот мужчина. Господин Монстр. Они здесь? А эти люди твоя семья? Нет. А почему спрашиваете? Потому что ты явно в отчаянии. Они не семья. Но они мои друзья. Поэтому я собираюсь их спасти. Понятно. Ну, удачи. Войти. Я спасу их обоих. Давай, Фио. Ты сможешь. Мы в тебя верим. Начало всего. Прощение. И воссоединение. Восстановление. Они находятся в темном и тревожном месте. Девочка собирают все свои силы, чтобы спасти и монстра, и мужчину. Но вокруг нее такие адские виды, что они грозят разрушить ее дух. Она окружена теми, что были связаны с темными врагами. Кто-то цепляется за крупицы надежно, но при этом теряет себя в своей тюрьме. Других вытаскивают наружу и подвергают бесконечным пыткам. Стой. Оставь этого человека в покое. Ее слова не доходят ни до кого. Она даже не может прикоснуться к ним. Пошли. И, наконец, они достигают самой глубокой части этой кошмарной тюрьмы. Клетки, которые больше всех остальных, заперт один, единственный монстр. Господин монстр. Я должна открыть эту клетку. Девочка бросается к нему и кладет руки на дверь, но она крепко закрыта. Господин монстр, проснитесь. Она зовет его. Снова и снова. Господин монстр. Но он был заключен на целую вечность. Его сознание было украдено. Девочка расстроена. Кажется, она ничего не может сделать. Поэтому она закрывает глаза и изо всех сил желает. Она готова на все, чтобы спасти монстра. Пожалуйста, кто-нибудь помогите мне. Вот и помощники. Так, и у нас битва или нас переносит куда-то? Происходит неправильно. А, нас возвращает в реальность. О, даже так. Кого? Где я? Клетки. Я собрала ваши разрозненные данные и каким-то образом сумела вернуть вас в нормальное состояние. Мама очень постаралась. А что случилось с той девушкой и ребенком? Они только что зашли в последнюю птичью клетку. Чтобы спасти вас. Просто идите вперед. Ну что ж, тогда я пойду за ними. Ну и зер. Именно из-за нее я начал учить японский в свое время. Не, Илья, нет. Это разные личности. То что? На ноту. Какой черт это только что было? Боюсь, что предыдущее вторжение имело более значительные последствия, чем я предполагала. На девочек в птичьей клетке напали. Мы должны спешить. Ну, поспешим. Это последняя птичья клетка. Я не был бы хорошим родом. Знаешь, я был никудышным отцом. Правильно ли для меня вообще пытаться защитить других после всего, что я сделал? Они там, в ловушке. Держитесь, я иду на помощь. Нет, битвы не было. Мы переключились на... Этого мужчину и сейчас идем спасать их. А, вот и битва, сходи. Поехали. Так, и последний. Держитесь, мы здесь Девушки отдыхают Как одно целое Девочка протягивает руку Ты заблудилась, птичка Но если я скажу тебе дорогу домой Девочка смотрит на испуганную черную птицу И думает что делать И существо освобожденное из тюрьмы Где я? Это монстр Очень хорошо знакомый Девочке Кто вы? Однако все его воспоминания исчезли Вся его радость Вся его боль Все время проведенное с девочкой Все это пепел на ветру На мгновение девочка теряет дар речи Но она зашла слишком далеко Чтобы позволить подобным вещам ослабить ее решимость Если я друг потерял свои воспоминания Они просто создадут новые вместе Потому что девочка знает Что если он все еще останется самим собой То их дружбу невозможно разрушить Но радоваться некогда Перед ними появляется большая дверь Взявшиеся за руки Они проходят сквозь нее Теперь их сердца свободны от сомнений Ведь они нашли Что защищать Куку Это то же самое место Что было ранее Да, но разве это место Не развалилось? Правила в клетке Немного отличаются От тех миров Из которых вы рода Мама Это верно Это же мир Грез в конце концов Так, похоже Тебе удалось спасти Ливанин И всем благополучно вернуться Ребята Все идите сюда Не так Я хочу сохранить этот мир Безопасностью Потому что господин монстр здесь Я тоже хочу оставаться С тобой Мне тоже Мне тоже По крайней мере Из этого получится Хорошая история Если вы думаете Что я смогу быть полезна То позвольте мне помочь Возможно Ключ к большему пониманию Моей сестры Лежит в помощи других Моей сестры Моей сестры Моей сестры Кажется На них не повлияло То, что я рассказала Им О клетке Я волновалась Но Все, обошлось Но Они все так Дорожат Своими друзьями Я просто надеюсь Что остальные Тоже вернутся Им предстоит Столкнуться Со многими Испытаниями Но я уверена Что их Путешествия Сделают Их Еще сильнее Так Ну все Итак Как я понимаю Дальше мы будем Играть за Другую группу Пройдя вот так По всем И потихоньку Будем узнавать Что здесь происходит И в конце Будет Так сказать Истина Какое выражение Было на вашем лице Когда я сказал Что ненавижу вас Ой Ой Все плохо Ребят Все рушится Опять Так почему я прошу вас Ведьму Сарю И Самурай Океа Океху Защитить клетку То есть Вы хотите сказать Что мы единственные На кого можете положиться Именно так Я очень рада Что вы Быстро Схватываете Да Но Вы не можете Просто просить Кого-то Спасти мир Я прекрасно понимаю Что прошу От вас Многого Ну хорошо Я согласна Ну что ж Пойдем дальше Так Пойдем Но Сначала Перерыв Сложение следует